И на всех репетициях, кто хорошо, то вдруг кепка спадает. Ну что делать? Ну уже и придумывали, и заколки какие-то делали. Ничего. И на генеральной репетиции, в главе в зале никого не было. Только был я и в станочной группе, опять кепка упала, локоны золотые, золотистые, рассыпались по плечам. Я так, по свету, ну что делать? Ну ничего, ладно, 25 заколок, нормально. И на следующий день, премьера, 12 часов, встреча в 10 утра в театре. Пришли все дети, что-то Юлии нету. В половине 11 открывается дверь в зал, и в зал входит мальчик. С короткими волосами, усыгиня. Я смотрю, и у меня мороз похож. Это Юля. Я говорю, Юля, ты что наделала? Александр Гойч, ничего мне не говорите, давайте репетировать, давайте репетировать. Все, ничего мне не говорите. Ходит мама, говорит, ну что делать? Она утром встала и сказала, я актриса. Я актриса. Это я не так. Я актриса. Я актриса. Я не могу подводить спектакль. Она пошла вниз. Внизу была парикмахерская. Парикмахер отказался стыть волосы. Вызвали маму. Нина Петровна, мама Нины, сказала, ну что, она такая у меня железная. Девчонка, стригите. Парикмахер сказал, у тебя никогда больше не отрастут эти волосы. Ну, зато может быть голос, как у русалочки, так наоборот. И вот это действительно, ну, это правда. Но теперь эта легенда переходит от группы, группы, группы из уст в уста. И вот сегодня, сегодня состоится встреча на новой сцене Большого театра. Оливер, 1991 года. И Оливер Твист, 2019 года. Выпускница театра, выпускница Римской консерватории, певица. Актриса Юлия Зыкова и солист театра Даниил Большов. Актриса Юлия Зыкова и солист театра. Актриса Юлия Зыкова и солист театра. Моя-ктриса Юлия Зыкова и солист театра. Актриса 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 Юлия Зыкова и солист театре. Продолжение следует...